Дорогие слушатели, зрители, ну что, состоялись наконец дебаты, первый их тур, между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, претендентом на этот пост Джо Байденом. В качестве модератора выступил Крис Уоллес, ведущий Fox News. Я сложил возраст этих трех почтенных джентльменов, соответственно, Уоллес 72 года, модератор, Трамп 74 года и Байден 77 лет. У меня получилось 223 года. Это практически вся история Соединенных Штатов Америки. Маленький нюанс, видите? Ни в одной европейской стране три человека, участвующие в дебатах, не могут, если сложить их жизни, составить всю историю страны. Это говорит нам о том, столь краткая история Соединенных Штатов, всего-то 250 лет, где-то так, 240 плюс лет. В первую очередь я хотел бы проанализировать эти дебаты в свете некоторых своих видео о безумии массы, безумии элит. Эти дебаты как раз представляют прекрасную иллюстрацию того, что я говорил. Мы здесь увидим, как в одном фокусе, все эти проблемы. Ну, вначале о темах. Ну, темы были достаточно ожидаемые. В первую очередь, главные темы прошли, это COVID-19, это экономика, это расовый вопрос. Вначале они говорили о медицинской реформе, плюс еще тема изменения климата и прозрачность, честность выборов. Будут еще два раунда, возможно, темы будут более разнообразные, но вот такие они были в первом туре. На что еще следует обратить внимание? Я сказал о возрасте этих джентльменов, о темах, интересен сам стиль этих дебатов. Вот первый вопрос, который я задам в своем анализе, его можно сформулировать так. Не важно даже, какие темы обсуждались, мне важно, как это делалось. И здесь в этом вопросе как, мы сразу увидим и портрет, такой вот общий портрет избирателей, каким видят эти люди своих избирателей. Кому они обращаются, кто адресат, какой тот образ образовательный, культурный, эмоциональный тех людей, к которым они обращаются. Это один момент. И второй момент, кто сами эти джентльмены, как они себя ведут, как аргументируют, какова их мимика, жесты, набор каких-то клише словесных и вообще умение себя держать. Эксперты уже отметили, что Трамп вел себя очень сурово, он искосо смотрел на Байдена, лицо у него были сжаты губы, он смотрел вот так все время по косой. А Джо Байден больше улыбался, иронизировал над своим оппонентом, и это многим понравилось. Я не являюсь сторонником вот этого нравится, мне кажется, что оба вели себя очень плохо. И в первую очередь, если мы начнем с избирателей, с обирательного образа избирателей, мы увидим, что этот образ стремительно понижается. Этот образ среднего избирателя Соединенных Штатов становится человеком эмоциональным, которому неинтересны цифры, аргументы, неинтересны рассуждения о точности, обоснованности каких-то вещей. Ему нужно постоянно эмоциональное вливание. И здесь я бы хотел сказать, что публичность западной политики, я об этом предупреждал в ряде своих бесед, связанных с демократией, с тем, как работает пропаганда, манипуляция, как работает СМИ. Вот этот гражданин уже не способен вслушиваться в детали, ему нужно вот такое вот вливание эмоциональное. Причем полемика этих людей была очень похожа на полемику в социальных сетях. Перед нами была какофония, хаос обвинений. Ну, например, там, щенок Путина, когда заткнется этот клоун? И даже фраза, которую Байден себе позволил в полемическом задоре, может ты заткнешься или может быть ты заткнешься, сразу штаб Байдена использовал в рекламных целях, и на футболках будут теперь вот эти фразы, может быть ты заткнешься, как будет большое достижение их лидера. Вот он сказал вот так грубо, и вот эту грубость нужно будет носить на майках. Смотрите, социальные сети, флешмобы, апелляция к мозгу рептильному, в лучшем случае мозгу млекопитающего. Чтобы все было наглядно, жестко, элементарно, направлено на мгновенную реакцию и ни в коем случае не на анализ, сравнение и прочее. Трамп, естественно, не отставал от Байдена, он его перебивал. В одном эпизоде дебатов, когда употребил Байден слово «смарт», «умный», «мудрый», «умный», на что, вставя вот эту фразу, обработав, Трамп сказал «никогда, друг Джо, не применяйте к себе слово «умный», я бы так прозвала, оно вам не идет, да, ну, нечего, нечего применять это слово, это вы забыли название университета, вы были худшим студентом, «умный» — это не про вас. Вот видите, это все время фолл, все время игра ниже пояса. Итак, вот этот средний избиратель, который не в состоянии что-либо анализировать, ему нужна эмоциональная подпитка, причем очень грубая, в манере флешмобов, фейсбуков, других социальных сетей, где должен победить тот, кто громче кричит, кто грубее, кто больше нарушает правила. Вот это образ. Что же сами эти джентльмены? Они разочаровали еще больше. Каждый из оппонентов позволял себе совершенно грубое передергивание, не отвечал на прямо поставленные вопросы, подменял тезисы, переходил просто на пафосные какие-то заклинания, уходя от содержания проблем. Перед нами яркий пример того, как продолжается безумие. Вот если мы говорим о верхушке Соединенных Штатов, а все-таки если говорить о выборах, то от демократов прошел как бы лучше, он должен был пройти ряд в таких этапах, когда его конкуренты отошли, были отброшены, это как бы конкурентная борьба, то вот дошел 77-летний человек, который постоянно оскорбляет президента Соединенных Штатов, говорит грубости и не отвечает на прямой вопрос. Вот этот образ, это первый шаг, который я хотел бы сделать. Итак, массовый избиратель, это человек с рептильным мозгом, который реагирует на очень простые, грубые, флешмобовские, фейсбуковские, социально-сетевые вещи, и которому нужны такие вот мачо, которые могут хорошенько припечатать, перекричать, постоянно нарушить правила, ну и потом эти люди будут говорить всем нам о демократии, о том, что нужно соблюдать правила, о том, что нужна эти честность, прозрачность, фактичность, вот фейк-ньюс и другие вещи, это плохо и так далее и тому подобное. А перед нами как бы визитка американского establishment. Теперь, что касается манеры употреблять доводы, контур-доводы, вести себя, держать себя в такой дискуссии, здесь я хотел бы коснуться ряда вопросов, связанных с конкретикой. Вот посмотрите, что меня поразило? Я не буду хитрить, мне ближе позиция Трампа, но я хочу в своем анализе подходить к двум этим людям объективно. Видите, я спокойно критикую Трампа и говорю, что это непозволительный уровень ведения дискуссии. Он очень грубо себя ведет, он перебивает. Это все очень плохо. Но вы посмотрите, что меня очень неприятно резануло, в первую очередь, это игра с социалистическими клише, которые постоянно использовал Джо Байден. Но ведь это ложь. Вот вспомните разговор его с Петром Порошенко. Это говорит такой вот господин, который когда хочет, может перебить, жестко продавить свою позицию, диктовать свои условия, менять чиновников высшего звена по своему усмотрению, рекомендовать в кавычках, кого преследовать, кого нет. И вот этот человек вдруг вот здесь, то есть вот такой вот, знаете, господин, наверху сидящий, всеми руководящий, вдруг мы у него слышим постоянно социалистические лозунги. Вот, например, в разговоре о ковиде или в разговорах об экономике Трамп говорит, что мы хотим открыть скорее границы штатов. Вы, демократы, в ваших демократических штатах держите границы штатов на замке. Была бы ваша воля, вообще бы закрыли бы страну. Что говорит Джо Байден? Он говорит, знаете ли, вот от такого порядка, который сейчас, выигрывают миллиардеры. Миллиардеры получили 300-400 миллиардов долларов больше, вот прибыли, если сравнивать с доковидным временем. Видите, здесь опять вот такой, как будто это такой советский функционер в сельском клубе, говорящий, вот, вы поддерживаете режим богатых эксплуататоров, и когда верхушка самых богатых людей постоянно обогащается, а я, Джо Байден, все время забочусь о судьбах трудящихся, о простых людях, вы кровопийцы, вы эксплуататоры. Или то же самое с медицинской реформой. Опять тот же социалистический аргумент. Когда Джо Байден говорит, вы хотите отобрать у бедных медицину, вы хотите, чтобы там умирали люди, он потом в расовом вопросе приводит цифры, что вот сколько в пригородах и среди афроамериканцев умирает людей, потому что вы и так далее и тому подобное. То есть, видите, в экономике, в вопросах о COVID-19. Потом этот же трюк будет в его рассуждениях о расовом вопросе. Систематическая несправедливость, инжастис. Систематический расизм систематический. В разной справедливости разным группам людей. Вот это постоянная апелляция к тому, что вот вы, богатые эксплуататоры, миллиардеры, раса, значит, колонизаторы, угнетатели. Это проходит по всем, по всем, по всем рубрикам. И доходит, конечно, и в вопросе изменения климата. Что вы не только вот этих групп хотите огнобить трудящихся. Видите, как в социализме головы Байдена, в голове демократов смешивается марксизм, ленинизм и Адам Смит с либеральными идеологами. В одно, в один фокус начинают соединяться пролетарии, трудящиеся, социально незащищенные люди, то есть бедные. Бедные, с другой стороны, проявляют свое лицо или свой образ уже как угнетенное сообщество афроамериканцев. Причем не говорится о сообществах, например, китайцев, о сообществах индусов, там, тайландцев, о сообществах других, а именно афроамериканцев. Как будто это единственное страждущее сообщество в Соединенных Штатах, и Соединенные Штаты стоят только из белых и черных, извините, да, а не то многообразие, о котором говорилось нам на протяжении десятилетий. И точно так же в вопросах изменения климата. Марксизм, ленинизм соединяются с либерализмом, здесь в голове демократов, что вот вы, вот эти эксплуататоры, золотая верхушка, и климат под себя подминаете, и вот всем большинству, трудящимся, бедным людям хотите испортить воздух, хотите для своих доходов все это эксплуатировать, чтобы, а мы тут все-таки бедные несчастные будем страдать и умирать от гари, от смогов, ваших мощных, работающих на вас, кровопийц, предприятий, корпораций и прочих. Это вот такой момент. Позволительно ли это человеку, который является богатым, влиятельным, доноры которого, богатые люди Соединенных Штатов, это establishment, это верхушка, это люди, явно не обедающие, не завтракающие в какой-то забегаловке какого-то там района, не центрального или не престижного. И вот это постоянная полемика к угнетателям и бедным, к белой и черной расе, то есть колонизаторам и колонизируемым. Мне кажется, это совершенно недостойно. И здесь есть некое, я бы как философ сказал, смешение доктрин. Вот это сращение марксизма, ленинизма, постколониальных исследований и либерализма, понимаемого в левом ключе, скажем, леволиберального крыла, американского, дает какой-то такой гибрид подозрительный, которому вообще не подступишься с разных сторон. Он полезен на будущих всех выборах, президентов и прочих-прочих-прочих вещах. Теперь ведение самой полемики, конкретика. Вот возьмем, например, их рассуждение о ковиде. Байден говорит, что вот много раз повторяю эту фразу, у Трампа нет плана, как бы у тебя, или у вас, может по-разному переводить, там у тебя нет плана. Ты впал в панику, мы не были в панике, а вот ты запаниковал. Погибло, умерло 200 тысяч человек. Несколько миллионов, он здесь приводит цифры, там, по-моему, сколько у них там, да, 7 миллионов инфицированных. Вот ужас, ужас, как будто Трамп виноват во всех этих смертях и инфицированиях. Он план, паникер и так далее. Что отвечает Трамп? Он говорит, при вас, если бы правили вы, при вас было бы еще больше смертей, вместо 200 тысяч, у вас было бы 2 миллиона смертей. вы вообще хотели открыть границы, вы не хотели закрывать там границы для китайцев и прочих людей. Это очень непозволительный шаг. То есть, речь идет не об аргументах, а вот если были бы вы президентом, то было бы еще хуже. То есть, этот аргумент не проверяем. А может, было бы так же плохо, было бы лучше, возможно, было бы хуже. Но говорить, что если были бы вы, он часто будет это повторять, или начинает говорить, вот вот так же вы справлялись и со свиным гриппом. И вот тут опять отвечает очень грязно и манипулятивно Джо Байден. При свином гриппе умрело 14 тысяч, а при ковиде 200 тысяч. Как будто это одинаковые вещи, как будто это то же самое, свиной грипп, например, и ковид-19. Вот такая полемика, когда каждый из них бьет совершенно в другом направлении. Да, вот вы паникер, на вас вот эти все смерти и инфицированные люди, а ответ такой, а при вас было бы еще хуже. Это что? Дебаты? Это полемика? Это аргументы-контраргументы? А где конкретика? Где факты? Где оценка того, как страна справлялась с ковид-19? Мы этого не найдем. Точно так же эти постоянные обвинения о масках, социальной дистанции и возражения красавца Трампа. Ну, что мы толпы собираем, поэтому у нас вот такая вещь. А вы не можете собрать толпу, поэтому вам хорошо говорить о дистанцировании. Вас там чуть-чуть, и вас дистанцировать легче. А мы вот собираем большие толпы. Об экономике. Ну, это вообще темный лес. Вот это социалистический аргумент, о котором я сказал. Не аргумент, а, скажем, клише Байдена. И Трамп, естественно, говорит, что фантастический. Никогда Америка так не прогрессировала. Я дал людям 700 тысяч рабочих мест, это он чуть дальше скажет. В этой части он говорит, что 10 миллионов людей вернулись на работы. Никогда не было так хорошо, вот только ковид подпортил. А Байден отвечает противоположной вещью. Он говорит, мы оставили вам экономический бум, а вы привели страну к рецессии. У нас была экономика прекрасна, у нас все росло, а при вас она упала, возникла рецессия. Вот давайте разберем этот аргумент. Ведь, понимаете, я уверен, что у сторон могли бы быть цифры, которые говорили бы в пользу тезиса, например, Байдена, что при Трампе экономика стала на определенном этапе тормозить. Но это были бы, скорее всего, влияния ковид-19, а не политики экономической Трампа. Но по цифрам, возможно, естественно, страна, которая была в нормальном режиме, и страна, которая живет в режиме карантина, она действует комически по-другому. То есть, это подтасовка со стороны Байдена. Но нужно брать не в целом, а нужно понимать контекст. Но в то же время и Трамп не утруждает себя какими-то программными вещами. Он мог бы сказать так, дорогой Джо, смотри, вот у меня есть две минуты, я тебе за две минуты покажу, в каких сферах мы достигли успеха. Вот цифры в этом, вот в этом. Вот автомобилестроение. Вот, скажем, увеличение количества рабочих мест. Нет, всего этого не было. Был такой вопрос, а ты глупец, а ты еще глупее. Ты идиот, а ты еще более идиот. Да при нас экономика стала расти. Нет, при вас она стала падать, она при нас росла. Получается такое очень элементарное, провинциальное, даже хуже, чем в постсоветском пространстве, не дебатики, а перекличка двух петушков или двух вот таких прыгающих друг на друга бычков, которые рожками друг друга бодают и говорят, вот это ты кто такой, а ты кто такой. Мы были лучше. Нет, мы были лучше. Это по поводу экономики. То есть, мы не узнали вообще ни о достижениях экономических Трампа, хотя, я думаю, он мог бы это предъявить. Но опять же, образ избирателей, на которое они оба ориентируются, не предполагает вхождение в детали цифр, в описание ситуации. Им нужно повалить соперника. После этого речь идет об экономике дальше. Он говорит, что в 2019 году, говорит Трамп, автомобилестроение, это был лучший год автомобилестроения. В то же время парирует совершенно в другом направлении Джо Байден. Он говорит, что мы передали ему вот процветающую экономику, он ее угробил. И после этого Трамп, ему не хватало времени для вот таких широких обвинений, он начинает пускать в ход приемы, которые должны раздражать своего оппонента. Это в первую очередь то, что касается сына Байдена. Он говорит о том, что Хантер Байден получил 3,5 миллиона долларов от жены бывшего мэра Москвы Лужкова. Непонятно по каким причинам. Что он в Украине получал громадные гонорары. Непонятно по каким причинам. Что вообще его выгнали с работы из-за злоупотребления кокаином. И он получил работу только после того, как Байден стал вице-президентом. И стал получать вот эти громадные бонусы и от России, и от Украины, и от Китая. Кстати, это очень болезненная тема, потому что, например, в ролике BBC совершенно тенденциозно, я его разберу на фейсбуке у себя, совершенно тенденциозно нам показано, например, отношение Байдена и Трампа к России. И там Трамп, там где вот главный тезис Трампа, урегулирование отношений с Россией, или как это подает у нас BBC, Трамп стремится поладить с Россией. Вот поладить с Россией. А там BBC, позиция, которую излагает Джо Байден, излагается его позиция, говорится о том, что как раз Байден критикует Трампа за недостаточную твердость, что он собирается увеличить давление на Россию. Вот так вот. И здесь вот эти вот уколы Трампа очень важны, потому что человек Байден, который пытается усиливать давление на Россию, одновременно его сын получает российские деньги, получает украинские деньги, причем эти деньги, мы знаем по этим разговорам, по пленкам, достаточно непонятные и странные. Причем за попытку рассмотреть этот вопрос генпрокурором Шокиным сам генпрокурор поплатился своим постом. Это фактически понятно, что это определенные коррупционные схемы. И вот что отвечает Байден на все эти обвинения? У него постоянно идет то же самое словосочетание. Это неправда. Not true. Not true. Это ложь. Это не истина. Это неправда. Это неправда. А в это же время ему постоянно говорит Трамп, это же факты. Ответьте, откуда вашего сына 3,5 миллиона долларов? Откуда? Джо, откуда 3,5 миллиона? Вот это вот сопровождает постоянно-постоянно эта вот тирада. Джо, откуда 3,5 миллиона? Вы знаете, мне это напомнило... Извините, пожалуйста. Мне это напомнило полемику через онлайн одного нашего миллиардера с Савиком Шустером. Миллиардер вы сами знаете какой. Вот этот миллиардер говорит Савик. И вот он называет, извините, сейчас я не вспомню эту сумму. Условно говоря, давайте так назовем это там миллион долларов. Савик, где миллион долларов? Шустер удивляется, игриво так гневается мимикой. Говорит, какие это неправда. О чем вы говорите? Как вы можете такое говорить? Это опять Савик, где миллион долларов? И опять вот это вот Савик, где миллион долларов? Это тоже можно на футболке выгравировать, потому что эта фраза повторяется там с дистанции в 4-5 минут. Потрясающе. И вот здесь президент США и претендент на этот пост ведут себя точно таким же образом. Если их передвинуть на, например, украинское телевидение, мы получим кальку с уровня наших дебатов. За одним исключением. Когда у нас полемизировали Зеленский и Порошенко, у нас фактически модераторов не было. Они были только такие, массовочка такая, которая просто ставила вопросы. Здесь модератор пытался ограничивать, призывать к порядку, указывать на правила. Ему это плохо удавалось, потому что там Трамп сразу на модератора так рукой и продолжал гнуть свою линию. У нас же вообще не было модераторов, и отсюда это был просто хаос обвинений. Но видите, стилистика точно такая же. Мы сдвигаемся к временам, когда вообще уже здравый смысл, факты, аргументы, разумные слова будут дурным тоном. Нужно будет переиграть, перекричать, переобижать, переунижать. И в этом смысле нужно придумывать эти схлесткие словообороты, хлесткие какие-то обвинения. Сави, где миллион долларов? Джо, откуда у сына три с половиной миллиона долларов? Вот это вот политика 21 века. Добро пожаловать. Ну, я больше не буду здесь распространяться. Могу сказать так, если обобщать. Никаких дебатов не было. Все речи, назовем это так, спитчи, речи даже нельзя, речь это в уфе, спитчи, да? Все эти словопрения предполагали, а, плохо образованного, не разбирающегося в деталях, фактах, в понимании развития своей страны, среднего избирателя, который не хочет себя утруждать деталями, доводами, а ему нужны вот эти вещи, разоблачения. Правда ли, что Трамп в 16-17 году федеральных налогов заплатил 750 гривен? Он тоже говорит, not true, он заплатил миллионы, его модератор спрашивает, вы можете это показать? Я покажу вам, вот когда публикуют мою декларацию, там это будет. Но я задал вам конкретный вопрос, да или нет? Это миллионы, да, вот так. То есть избиратель, вот словопрения, которые адресованы неискушенному избирателю, которого нужно закричать и показать, что ты мачо, что ты альфа-самец, что ты грубиян, что ты боец, а что оппонент, ничтожество, глупец, клоун, идиот, маразматик. Это второй момент. Никаких вообще доводов по заявленным темам мы не услышали. Каждый из оппонентов говорил о своем. Трудно это даже назвать домашними заготовками. Самое интересное, что мы могли бы услышать, всегда упиралось в два, в две стены. Или оппонент уходил совершенно в другую сторону, то есть он манипулировал. Я приведу такой пример. Модератор спрашивает Джо Байдена, вот давайте возьмем вот эти протестные движения, мародерство. По-моему, там о Портленде речь шла. И вот почему там у вас демократическая власть. Звонили ли вы представителям демократов, чтобы те ввели федеральные войска, чтобы они ввели войска, чтобы они подавили этот хаос. Что отвечает Байден? Вначале он пытался схитрить и сказать, я вообще сейчас не занимаю никаких официальных мест, поэтому мой звонок не играл бы никакой роли. У меня даже офиса нет. Видите, какой бедняга. Ему неоткуда позвонить. Такое абсурдище такое. Во времена мобильных телефонов он говорит, что у меня нет офиса, откуда я мог бы позвонить вот этим демократическим лидерам. А потом он говорит еще более глупую вещь. Он говорит о том, что там, где речь идет о вопросе почему, он говорит, что я против насилия, что ни в коем случае я не за насилие, но с другой стороны получается, что он ответил странным образом. Он не мог ответить на вопрос, ради чего все это устроено и в конце концов одобряет ли он ведение Насгвардии. Не прозвучал ответ, а нужна ли была Насгвардия вообще. Вот я несколько раз перениматывал этот момент, поскольку он стал говорить о своем, о Джо Байденовском, было непонятно, он за введение Насгвардии или нет. И когда прозвучал вопрос о переосмыслении полиции, так поставил модератор вопрос, речь шла опять же о том, что нет, мы не против полиции, мы вот эти женщины и мужчины, которые рискуют жизнью. Там есть, конечно, плохие мужчины и женщины, которые осуществляют систематический расизм и так далее, но в основном это хорошие мужчины и женщины. Но было бы неплохо, если бы все они, вот полиция была бы местной, она бы вырастала в этих местах. То есть, вот это уходы, уходы от вопросов. То есть, вот этот момент, когда возникает стена полного переключения внимания, если задан неудобный вопрос, ты на него не отвечай, а отвечай на другой вопрос, который тебе удобен, еще и обвиняя оппонента. И вторая стена это вот эта неправда. Not true. Not true со всех сторон. То есть, мы знаем, что есть эти цифры, мы знаем, что это все проходило и в СМИ, и на уровне политических анализов, разборов, экспертных мнений, но это not true. И когда тебе это говорят, так получал твой стены или нет? Что там с Украиной? Был ли ты замешан в этих схемах давление на Порошенко? Not true. Ничего подобного. Это все ложь. Вот этот второй момент. То есть, фактически, дебатов нет, а есть уходы от вопросов, окружение, перебивание, обвинение. И третий момент. Важность вообще осознания того, что дебаты в Соединенных Штатах отмирают. Они не нужны. Вот мы помним дебаты между тогда претендентом на пост президента Трампом и Хиллари Клинтом абсолютно бессодержательны. Было что-то подобное, просто там была дама, немножко была тональность другой. Возникает вопрос, зачем эти дебаты? чтобы лгать друг другу в лицо, а оба постоянно лгали. Ложь была очень частым элементом этих дискуссий. И вот если оба лгут, это мы должны говорить правду, мы должны быть прозрачны, демократичны и так далее. Они могут лгать, они могут себе это позволить. И вот если оба участника лгут, то тогда на каком основании мы можем говорить о победе в дебатах? Вот мне интересно, побеждает что? Что значит победить в дебатах? Что значит выиграть дебаты? больше рассказать not true? Больше рассказать ты идиот, не говори, что ты мудрый, или ты клоун, или ты маразматик? Или больше делать разных образов мимики на своем лице, показывая, что а это вообще какой-то несерьезный человек-клоун, я не хочу с ним говорить. Что значит победить в этих дебатах? И вот если совсем кратко могу обобщить так. перед нами деградация идеи дебатов, деградация представлений о задачах элит, об ответственности элит, деградация представлений о среднем избирателе, которому апеллируют оппоненты, и вообще деградация, извините, я скажу это резко, самого избирательного процесса. Избирательный процесс в Соединенных Штатах, это не только в Соединенных Штатах, но все-таки это флагман либерального мира. Так вот, избирательный процесс в Соединенных Штатах превращается в игру фан-клубов, флажков, футболок, флеш-мобов, удачно найденных оскорблений и привлечения денег доноров из различных кругов. Смысл соревновательности, обсуждение стратегии страны, я думаю, там потом международная политика пойдет, но вернет еще раз Украину. Обсуждение стратегии страны, стратегии экономического развития, медицины, состояние с планетой, с изменениями климата, это все на самом деле не нужно. Политика это клоунада и одалживание денег, клоунада и высасывание денег из доноров под те или иные обещания. То есть, это соединение балагана и вульгарно понимаемого свободного рынка. Это базар и балаган в одном месте. Базар и балаган в одном месте. И если это Соединенные Штаты, если это страна номер один, которая занимала доминирующие позиции и показывала что такое демократия и так далее и тому подобное, то тогда можно развести руками и сказать эти люди критикуют нас за то, что мы ковыряемся в носу. Эти люди учат нас жить, эти люди учат нас правилам, свободе, извините пожалуйста, а что делать нам здесь в Украине, что делать нашим соседям вокруг, если вы почтенные джентльмены устраиваете балаган на базаре или базар в балагане? Вот эти вопросы меня на самом деле очень волнуют, это не для красного словца, они волнуют, потому что когда исчезают критерии и стандарты, когда политика исчезает, а мы здесь видим факт исчезновения политики как таковой, то тогда возникает вопрос, а зачем тогда демократия, процедуры, правила, ведь они прозрачны, ведь они не нужны, какие правила, какие процедуры, какие свободы, какое избирательное право, какой ответственный, осознанный гражданин, всего этого нет, все это испарилось как дым, все это ушло, было окутано туманом, провалилось в болото, почему это происходит и что будет происходить в ближайшем будущем, сейчас мы не можем об этом говорить, а вы, дорогие друзья, еще раз внимательно просмотрите дебаты, почитайте о них материалы, а я вам желаю хорошего дня, будем надеяться все-таки на здравый смысл, хотя бы не сегодня, пусть завтра, не завтра, пусть послезавтра, наша с вами задача анализировать и предлагать альтернативы.